Мы очень рады, что вы поместились в этом зале. Я прекрасно понимаю, что, наверное, на три часа кто-то приедет в другой зал. Все, что вы могли сделать, это сделать его более большим, чтобы вам было еще более комфортно. Было очень важно, чтобы вы всех своих детишек предупредили, но получилось так, что времени другого нет в этом зале. И поэтому пришлось перенести его на 12 часов дня. Многие говорили, что это не очень комфортно. Мне звонил один человек, и я вам сейчас приведу очень правильную празу. Вы знаете, когда-то собрались люди, которые хотят изменить качество своей жизни, качество здоровья, качество всего того, что его обрушает. И мне сказали, что вы делаете некомфортные мероприятия для нас. Наверное, это самая главная задача лидеров – делать некомфортные условия для вас. Ибо если вы будете в комфортных условиях, вы никогда не захотите никуда сдвинуться. Я вас поздравляю. У нас очень будет насыщенное время. Я очень рада, что в своей жизни когда-то была знакома посвенно с этой информацией. Слава Богу, что она в мою жизнь ворвалась очень серьезно, и я не осталась в стороне от нее. Благодаря однажды человеку, который мне принес самую главную информацию – здоровье, я оказалась в этом зале. И очень большое количество ребят в этом зале находятся и знают, как важно владеть этой информацией. Я хочу поблагодарить своего спонсора, тот, который мне 8 лет назад подарил эту информацию. Это платиновый мастер компании Ирина Геев. Но так случается, что Ирочка услышала эту информацию от удивительного человека, от платинового мастера, теперь Зинаида Геребневой. Однажды дал руку насильно, по-другому нельзя сказать, кассету на здоровье, платиновый мастер компании Марина Викторенко. И по главе всего этого великого движения, творческого движения, движения, которое поменяло огромные десятки, сотни тысяч людей, это наши удивительные люди. Леонид Августович, слава, президент компании, вице-президент. Большинство людей знают их, и поэтому они относятся с особой гордостью, потому что они знают, что такое компания «Коралловый клуб». Итак, моя задача, как врача, рассказать немножко информации, потому что невозможно рассказать в коротеньком временном факторе, насколько важен «Коралловый клуб» в жизни каждого человека. Я хочу спросить, скажите, пожалуйста, кто впервые пришел на эту встречу, или на такую подобную встречу? Поднимите руку. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Для вас будет интересная информация особо, и вы обратитесь тем людям, которые вас пригласили, и я вам рассказываю более глубоко то, что вам будет необходимо. Я знаю, что часть людей постеснялись подняться, потому что они знают, что с ними здесь будут делать. Ни поверите, ничем. Поэтому расслабьтесь, слушайте внимательно, и мы сейчас с вами поговорим о самом удивительном, самом главном, самом важном – это о вас лично, о вашем состоянии здоровья и от чего оно зависит. Я 36 лет проработала в системе здравоохранения. Я знаю по-настоящему, что такое здоровье. Но я знаю одно, что врачи-медики сами болеют больше всех, чем любая в этой категории. Я могу сказать, что врачи, как никто, не готовы заниматься своим здоровьем, ибо они заняты здоровьем, отсутствием, вернее, здоровья, у тех людей, которые к ним приходят на прием. В этом зале есть врачи? Поднимите, пожалуйста, здоровье. Я вас поздравляю. Молодцы, что вы любите. Итак, что такое здоровье? Здоровье имеет определенные принципы и самая главная задача для восстановления его. Самое главное – основные пять принципов, которые есть, это два направления. Это, вы видите, комплексный подход и возобновляемый следок. Если будет и то, и другое, человек сможет жить долго и способен, вы потом поймете, клиентка вообще способна жить вечно. Итак, основные пять, какие-то комплексные подходы. Это психология, основа основ, то, что вас сегодня привела в этот зал. Вы задумались, вы захотели, и вы поняли, если не вы, то кто? За вас и здоровье, поверьте, никто отвечать никогда не будет. Врачи – это те люди, которые, как станочники, так же, как слесаря, которые стоят у станка и делают определенные детали. Врачи сидят на своем рабочем месте, они вас слушают, они внимательно определяют то, что у вас болит. И если я вам честно скажу, не огорчайтесь, мои дорогие коллеги, но диагноз практически поставить нереально при тех условиях, которые у вас созданы. Потому что, чтобы поставить правильный диагноз, нужно провести практически все исследования человека. Обычно на интуиции определяется каждого врача. Поэтому нельзя полагаться на то, что врач будет отвечать за ваше здоровье. Второе – это движение. Вы все прекрасно знаете, что без движения человек не может существовать. Мы с вами вообще не представляем даже, что мы, вот внешне нам кажется, что мы плотная какая-то масса. У нас внутри огромное количество двигающихся клеток. Мы с вами просто более уплотненный какой-то человеческий кусочек. Чтобы вы понимали, мы все время двигаемся. Все клетки у нас в организме двигаются. Мы не в панцире. Кожа – это та оболочка, которая не дает, не позволяет нашим органам раскладаться. Но она точно так же. Все клеточки у нее. Так создан мир. Все внутри постоянно двигается. Движение основа основ. А если вы неделю не подвигаетесь, если у кого-то болели ноги, я вот знаю, Виктор только сегодня снял гипс, да, подними руку, чтобы люди знали, ты у нас герой. Так вот, можете представить, он, я его видела, я говорю, а что у тебя с ногой? Он говорит, а мне только сняли гипс. Я говорю, у него ограниченное движение. Потому что он не двигался. Сколько дней? Двадцать один. Двадцать один. Всего лишь двадцать один день. При переломе, кстати, ребята, это вообще фантастический результат. Аплодируйте нашу продукцию. Это было бы разоградоваться. Однозначно. Итак. Следующий, самый главный шаг, который вы должны понимать. Человек должен дышать. Вообще, я иногда-таки провожу, как бы, ну, тренинги. Всем закрыть нос и посмотрим, кто сколько сможет не дышать. Я думаю, вы понимаете. Максимум одну-три минуты. Тренированные люди могут быть десяти. Это спортсмены. А дальше человек умирает. Человеческий мозг не может существовать без кислорода. Он просто погибает. Поэтому воздух, это основа основ. И воздух должен быть чистым. Самое печальное, что мы на воздух сегодня вообще никак не влияли. Согласны со мной? Мы можем только что сделать? Поменять среду. Мы можем сесть и поехать в Савиногос. Мы можем поехать в Кисловодск. Мы можем поехать в те места, где существует удивительное воздушное пространство. Другое. Донецк, к сожалению, Макеевка, Краматоз, Мариуполь и масса украинских городов, наверное, особенно нашего региона, Донбассского промышленного, не имеют возможности дышать нормальным, хорошим воздухом. Но мы с вами живем и приспособимся. Следующая задача, которую нужно обязательно помнить и знать. Это вода. Вода, которая подкупает в организм, она должна быть другого плана, другого характера, другого состава. Почему? Потому что мы на 75% состоим из воды. Вот можете представить, вот это все во мне вода. А это плотный остаток. Вот это все то, что дает мне жизнь. Это моя информация, которую я получаю. Это то, что я могу себе позволить. Это моя еда для всех моих клеток. Это самое главное. Вода – основа жизни. Сегодня уже доказано. Если человек будет пить хорошую, правильную воду, на 75% он решит себя проблемой. Поэтому помните это и заботьтесь о себе. Это никому не надо. Следующее. Еда. Мы часто говорим так. То, что ты ешь, то с тобой представляешь. Мы с вами скоро будем представлять урочих яб. Согласны? Я вас поздравляю. Поэтому, когда вы приходите в магазин, самый сложный покупатель – это коралловцы. Я благодарна, что мы сейчас что-то из них носят в луку. Они внимательно рассматривают ешки, которые с обратной стороны есть. Нельзя просто так отдавать свое здоровье непонятно кому. Индустрии, промышленной индустрии, химической индустрии, которую очень сложно контролировать. Ибо сегодня огромное количество частных предприятий, которые имеют свои отдельные косты, которые имеют ООО, которые очень сложно контролируемые. Поэтому вы должны научиться сами понимать, что вы едите и что вы будете собой представлять. Иначе вы заметили, какое огромное сегодня количество людей, к сожалению, умирает от сердечно-сосулистных заболеваний, от инсультов и инфарктов. Это и есть основа вашего здоровья. Берегите, чтобы не стать курочками ряба, прекратите есть курочку рябу. Это я неправильно сказала. Но вы подумали. Хорошо? Следующее. Факторы, влияющие на регенерацию клеток. Ну, здесь одна из самых любимых тем, это моя вторая. Первое. Это нужно научиться пить воду. Второе. Это нам нужно избавляться от паразитов. И третье. Это полноценное питание, водоизащита. Обо всем этом мы немножко поговорим. Быстренько. Но самое важное. Вы должны услышать и понять, что четыре основных задачи лежат на ваших плечах. Если вы это освоите, вы будете здоровы. Вы будете счастливы, вы будете улыбаться, вы будете радоваться жизни. Потому что все состоит из первого, главного этапа. Напоить, второй, очистить, третий, натальник, четвертый, защитить. И все. И вы не будете знать, что такое полиглиника, вы не будете знать, что такое больница. И это начинается с момента зачатия ребенка. С первого рождения клетки внутри у матери. Поэтому берегите этот путь жизни. Напоить. Какая вода должна быть? Мы немножко поговорим. И вы поймете, что вода должна быть определенного качества. Во-первых, должно быть качество и количество. Основные две ведущие, как бы, направляющие. Какое количество? Количество длится 40 миллилитров на килограмм веса. Я думаю, вам сложно посчитать. Я могу вам нарисовать такую картинку. Я думаю, что вы сейчас ее сфотографируете и будете знать, сколько вам надо пить. Просчитайте свой вес. Можете никому не говорить. Никому не говорите свой вес. Но пейте тихонько, разделяйте бутылочку на маленькие бутылочки. Все будут думать, что у вас маленький вес. Договорились? Итак, следующее. Какая вода должна быть по качеству? Одна из ведущих направляющих – это структура. Вы знаете, какая, что такое структура вообще? Структура – это снежинка на вашем окошке зимой. Помните все. Это вкусная вода. Это с памятью вода. Это вода та, которая несет самые главные положительные и отрицательные эмоции. Всегда нужно пить воду с хорошим настроением, с хорошим расположением духа. Потому что если у вас все внутри не ладится, поверьте мне, какую вы воду не выпьете. Если на ваши стаканчики, которые вы пьете, это уже доказано, это наука. Это не я говорю. Мое самое главное для людей, которые вставали первый раз, пришли, готовящие лечебный караул клуба. Это самое главное. Вы должны с благодарностью пить воду. С благодарностью планете, которая дает нам возможность пить эту воду. Которой на планете всего лишь один процент. Перекидьте ее. Любите. Потому что без нее ваша жизнь не будет составлять абсолютно отсутствие ее. Перекидьте. Следующее. Это минерализация. Часто говорят, я люблю минеральную воду. Минеральная вода, ребят, это не минерализованная вода. Это разный показатель. Минеральная вода и вода, которая пьется с газюльками. С газом вода в основном делается для чего? Она закисленная для того, чтобы в ней не разводились микровы. Это дает отсутствие возможности вруска. Что такое минерализованное? Это практически вся таблица мигерейка, которая в определенных взеологических и биологических соотношениях должна попадать вам в организм. Вот у нас с вами тут такая возможность с такой водичкой познакомиться. Итак, следующее качество, которое нам нужно с вами знать, это поверхностное натяжение. Это очень просто. Я вам приведу пример. Уважаемые дорогие все мои существующие инопланетяне и нашей планеты, мы не можем нашей водой стирать. Вы заметили? Если мы в нашу воду не добавим какое-то или выло, или какое-то моющее средство. Хорошо. Почему? Потому что она сухая, и ей подстирать нельзя. Поэтому поверхностное натяжение сегодня, вспоминайте комарики по воде бегают, она плотная, они не тонут. Водичка должна быть мокрой. Клетка наша имеет за показатель 40 миллионов. Межклеточное пространство вирус. Только такая вода может попадать в наш организм. Другой надлится нереально. Организм потрудится, но он потратит энергию. И, естественно, вы потратите свое энергетическое поле, потому что, чтобы напиться, вам надо потратить силы. Следующее. Окислительно-восстановительный потенциал. Вы все знаете, в природе окисляется и в периоде восстанавливается. Это удивительный процесс жизни. Наша водичка, о которой мы идем речь, мы к ней подходим близко, вы поймете, почему она вам именно удивительна. Потому что она не забирает вашу энергию. Она вам ее отдает. Она идет с минусом заряд, живой заряд. И она дает минус 50, минус 150, минус 200, минус 400. То есть, это как реактивный самолет. Влетает в организм, помогает организму, очищает и выходит все то, что вам не нужно. Для меня, как для медика, вот этот показатель очень интересный. Мы его красиво оформили. Спасибо большое, Снежанки. Вам видно, что вот кислая следа – это болезнь. Человечная – это здоровье. Но нейтральное – это и есть самое главное здоровье. Все показатели – кровь, лимфа и слюна имеют показатели 7,4, 7,45 и 7,3. Все. Другого нет. Но мы же с вами кушаем кислые продукты, мы дышим плохим воздухом, мы получаем стрессы, мы смесляемся постоянно. Поэтому наш организм не может жить вечно. Он всю жизнь в борьбе за нашу жизнь, за наше здоровье. Помогите ему. Научитесь пить правильную воду, которая имеет соответствующие показатели. Итак, эта вода называется «Корал Майн». Это та вода, которая еще в 70-е годы была нашими учеными внесена в книгу Гиннеса как подгашителей из этого государства, из этой страны. Потому что эти люди, которые живут 90, 100, 115, 120 лет, которые 80 лет способны стать родителями, не болеют такими серьезными болезнями цивилизации, как сахарный диабет. Такие заболевания, которые являются серьезными, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и как результаты инсульты, инфаркты, онкология. Вот эта страна меньше всего знает показатель самой высокой здоровья именно в этом государстве. Именно оттуда к нам пришел этот удивительный парашют долголетия жизни, могущества, желания жить по-другому. Я хочу попросить, похлопайте, кораловцы, это мы парнем. Второй этап. То есть мы поняли, что пить надо правильную, живую, структурированную, с хорошей памятью, чтобы она была слабо-щелочная. Запомнили? Второй этап. Очистить. Как я люблю эту тему. Вы даже не представляете, 9 лет я работала врачом-паразитологом. Как я люблю эти маленькие существа. Вы знаете, мы для них плацдар питания. В курсе дела, что мы пришли на планету, чтобы нами питались бактерии, вирусы, грибки, гельминты, простейшие. Вот огромное количество из этого арсенала живет только в человеческом организме. А мы с вами думаем, что только от чистых рук это зависит. Мудрые мы с вами. И они такие довольные, потому что они могут жить в нашем организме. И ни одна оса, и ни один кот. Поэтому научитесь понимать, любить. И самое главное, второй этап один из важных. С него надо начинать. Для этого не надо быть врачом. Научиться пить правильную, хорошую воду и научить чистить свой организм. Своевременно, правильно и определенным количеством настоящих натуральных продуктов. Вы видите, здесь их 7 наименований. Можно одним? Мне когда спрашивали. Я говорю, можно. От 7 видов паразитов ты немножко исправишься. 6 будут радоваться. Ушла конкуренция, одна моя. Понимаете? Вы должны научиться понимать. Если вы хотите изменить качество жизни, надо это делать правильно, грамотно и в полном объеме. Вот эти все продукты, которые тут написаны, они уникальны. Я могу только на одном, на маку. Все люблю. Безумно люблю. Чеснок. Не надо говорить о нем. Мы все его любим. Особенно горь с салом, чесноком. Кто не любит, ты мне не верю. Поняли, да? Вот, хорошо. Отлично. Корабль правильного дерева. Уникальный продукт. Против глюзов. Против бактерий. Натуральный продукт. Тот продукт, который сегодня завоевал рынок здоровья. Перекрите его. Это тот продукт, который обладает восстановлением иммунитета. Это он способен бороться с очень серьезными заболеваниями, которые сегодня перешли в группу номер один. Любите себя. Помните это. Следующее. Прекрасная программа «Носить коловака». Я, когда уже ехала в машине, думала, надо было взять коробочку. Кто думал, может, кто-то взял коробочку. А кто на коловаре? Поднимите руку. Встаньте, пожалуйста. Встаньте, ребята. Спасибо вам большое. А те, кто сидели рядом, посмотрите, на чем они сидят. На коловаре или на стуле? А что ж такое коловар? На чем же они сидят? Для новичков. Значит, есть удивительная, комплексная, двухнедельная, абсолютно комфортная. Я называю ее «Способная лететь в космос». Программа, которая решает огромные, серьезные вещи в организме человека. Она состоит из трех ведущих направляющих. Первая. Семь дней. Подготавливает организм непосредственно к самой очистке. Поверьте, это очень серьезная работа за свое собственное здоровье. Если вы это не осознаете сегодня, за вас осознает это больница, врачи. И, к сожалению, порой мы попадаем нигде руки, которые нам надо. Я вам говорю так, как врач, как коллега. Потому что врачи не могут все знать. Они тоже живые люди. Они точно так же болеют, поверьте. У них точно такие же гипертонические кризисы, инсульт, инваркт, онкология. И когда вы не будете думать о себе, то, поверьте, они будут точно так же думать о себе. Так вот, наша программа, она уникальна тем, что она решает вот эти все проблемы. Семь дней мы попили огромный набор травм, комфортный, утром и вечером. И запиваете в миленую калиста вода. Затем четыре дня белая очищенная калориновая глина вместо еды, потому что туда входит сок подорожник, колецидин. Она комфортно работает и очищает вашу самую главную лабораторию в жизни, тонкий кишечник. Потому что ни снизу, ни сверху к нему добраться нельзя. Так устроен организм человека. Слава Богу. Потому что мы с вами как-то дадим гидроколонотерапию. Вы же думаете, вы все почистили. Вы почистили так, что бедная мешка толстая уже думает, лучше я бы и не жила. Потому что микробов нет, те, которые способны вырабатывать витамины. Нет возможности адсорбировать в чистую воду, потому что она потеряна. И гидроколонотерапия это своего рода удар для организма. А некоторые люди любят клизмиться долго и постоянно. И думают, что они этим помогают себе. Помните, это все должно быть физиологично. Человек должен направляться как положено. Физиологично, самостоятельно. Он не родился вообще с клизмом. Он родился без клизмы. А клизм изобрели люди. И крышку S-морка повесили в аптеке. И как что-нибудь говорит, вам надо близнется. Нет. Вам надо остановить работу кишечника. И кишечник будет работать как надо. А он работает 4 волны в минуту. Если будет 3, запор. Если будет 5, понос. Поэтому лучше, чем наши продукты, которые вот здесь перед вами есть. Ничего не работает. И Коломада вам за это все скажет. Потом вы сами узнаете вырезушки и результаты. Итак, 4 дня мы находимся как условно на голоде. И 3 дня. И так восстановление. Вот такая комфортная, двухнедельная, удивительная программа, которую коралловцы просто обожают. Во время всех вот наших постовых дней, когда посты идут, это, наверное, тот продукт, который является номер один. И его закупали гораздо раньше, чтобы он всегда был дома. Мы очень любим колорад. Я перед вами человек, который прошел около 20 колорад. Я очень люблю этот продукт. Спасибо. Спасибо. Следующий раз. Накормить. То есть вы с вами напоили, почистились. Конечно, вы получите очень много отзывов о своем организме. Потом, когда выйдут паразиты, они не очень будут желательно их родить. Но вы с ними распрощаетесь без сожаления. Это правда. И третья задача. Накормить. А что же человек кушает? Возвращаемся к курочке ягод. Вот то, что здесь есть, курочке ягодит. Вот, чтобы вы знали. Курочка ягода, она сама бы хотела вот это съесть. Но ей дают то, чему там тоже нет. И поэтому, когда мы с нами кушаем, я очень благодарна нашему государству за то, что она все-таки прекратила поставлять ножки куша. Помните, да? Огромное количество вот этих курачка поступали. Это то, правление государства, огромное было просто, ну, шествие какое-то, особенно в детских коллективах. А я охраняла здоровье детского населения. Я категорически против этого была. Потому что это нарушение обменных процессов. Ничего другого организма не надо. Запоминайте конкрет, запишите, полюбите его. И сейчас вы увидите, как все работает. Видите, как работает все очень просто. Человек, который внутри, а у нас организм строит так, что у нас способность организма внутри организма вырабатывать ферменты. Если вы будете все добавить, ферменты будут запускать процесс витаминообразования. Мы способны внутри организма образовывать собственные витамины. Если мы запустим второй этап, то обязательно у нас запустится работа всех минералов, которые поступают в организм. Если этого не будет, процесс будет тормозиться. И последний, из всех вот этих трех, переходящих из одного процесса в другой, образуется основа основы. Это работа аминокислот. Это не то, что вы съедите, а то, что самое главное усвоится. Вот помните это. Полюбите себя. И знайте, что если не вы, то за вас никто не решит вашу же задачу. Следующее. Накормить. Ну, друзья мои, вы уже поняли, с чего начался процесс с фермента. Если мы с вами будем кушать антибиотики, если мы будем кушать с вами те основные продукты, которые называются продуктами, на самом деле они являются таковыми. Вот вы же приходите, покупаете свиногаряжку, колбаску, вы покупаете какие-то окорочка, вы покупаете какие-то балыки. Ребят, сейчас такая технология. Вы только скажите, какой величины вам сделает прослойку. И вам ее нарисуют. А вы приходите, говорите, я такой баллык, руки. Поэтому технологии сегодня совершенные. И если ферменты будут у вас, ваша группа ферментов, подавлено, процесс запускаться не будет. И вы будете говорить, я вроде все кушаю, я вроде все делаю. Но процесс сам не будет именно идти в полную силу на все 100%. Итак, что у нас есть для этого? Обалденные продукты. Я, например, их очень люблю. Огромное количество различных шейфов. У нас есть караншек шоколадный, караншек ванильный. У нас есть фитеренергия, у нас есть спирулина. У нас есть флавосил. Это те продукты, которые являются авангардом питания. Они содержат обеутые 60. Вот флавосил это продукт украины. В нем около 70% находятся обеутые 60. Уникальный продукт. У кого есть дома флавосил, две ложечки утром, столовой с горочкой, тепленькой водичкой. Разбавьте и выпейте. Ничем другим. Теплой потой. И вы получите феноменальный результат. Буквально через неделю, через год. Поплите себя. Продукт абсолютно доступен всем. Следующее. Защитить. Еще одна у нас очень важная задача, которую нам необходимо знать. Поднимите руку, у кого нет дома телевизора. Встаньте, пожалуйста. И не садись. Мы рады, что это не остановить. Не садись. У кого нет дома печени снычек? Вау, не надо вставать. Коралловый круг теряет нейтроник. А у кого нет телефона? Присаживайтесь, ребят. А у кого дома пять телефонов? А у кого четыре? А у кого три? Ребят, вы поняли, что вам нужно? Пять, четыре, три минимума нейтроника. Для чего? Для того, чтобы ваши мозги не закипали. Сегодня уже доказали. Если человек разговаривает в сутки, от сорока до часа, поверьте, этому человеку, в определенной степени грозит онкология мозга. А мы с вами будем говорить. А мы с вами дожди до того, что мы детям нашим покупаем телефоны. А наши дети безумно любят говорить. Потому что они этого не понимают. А вы же взрослые. Вы должны это понимать. Что сегодня, если не вы защитите своих детей, им защитить нея кому. Я низко планюсь коронавирую клубу за то, что пришла эта программа. За то, что у нас есть удивительное именно качество того, что способны защищать. Вот эта картинка спасила Снежанке за то, что она нашла. Вы посмотрите, во сколько раз наши дозировки превышают то, что нас с вами окружает. Это очень серьезный прогноз. Вы можете представить, что вы, пользуясь определенным сотовым телефоном, во сколько раз разговор, каждый разговор у вас увеличен. Одним телефоном пользуетесь. Это составляет 10. Вот научитесь это понимать. В моем жизненном опыте я вам просто поделюсь и скажу. Можно проверить? Абсолютно для новичков говорю. Меня не интересует. Многие ребята, вот у нас тут есть ребята, с которыми мы работаем, они говорят, вот я не верю, что работает нейтроник так. Ребята, не в том, что вы верите или не верите. Я это знаю, что это верить. И у меня на каждом телефоне в доме находится нейтроник. На каждом компьютере находится нейтроник. Знаете почему? В лабораторию радиологическую однажды, 6 лет назад, я пришла с еще одной компанией, которая предложила мне посмотреть вот такой защищающий маленький панель. Но не гелистик как бы. А у нас был нейтроник уже тогда. Я привыкла верить в то, что бьет компания. Очень верить. Я даже не проверяла. Но когда они пришли, я решила все-таки спуститься в радиологическую лабораторию, еще работала тогда в областной. Я пришла к ним, они взяли в такой большой у них какой-то прибор и включили телефон. То есть звонят на телефон, они проводят этой трубочкой и говорят, 32 единицы. Положили, смотрю, когда эти ребята приезжали, положили какой-то квадратик такой, типа нашего нейтроника и опять включили телефон. Но 32 единицы как было, так и осталось. Честно говоря, я спотела. Думая о ней, думаю, это было. Естественно, я при них проверять еще не стала. Важный вид сделала, но рейки не работают. Это не могу. Все, до свидания. Они ушли, я достаю свой телефон, достаю свой нейтроник, вытаскиваю его оттуда, прозваниваю по телефону. 32 единицы. Моги. Волнуюсь. Вложу свой нейтроник. 8 единиц. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Моги. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому в 4 раза меньше. Представляете, как это здорово. Какой уникальный продукт в наших руках. Защита. Что такое защита? Мы часто говорим, сейчас мы уже грамотные, очень многое часто звучим, свободные радикалы, свободные радикалы. Но будем говорить, образно это воздействие клетки, которые потеряли очень важный электрон, который находится на наружной оболочке. Вот у нас следующая картика очень красиво вам покажет. Это то, что воздействует. Это то, что нам дает. Свободные радикалы разрушают в веках ондрии, разрушают клетки, воздействуют на мочковую систему, на клеточные, на все наши. Красную кровеносную систему. Но самое главное, мне вот эти два шарика, снежанка, чтобы показать, как работает. Вот один шарик и второй. Где? Вот они они. Вот посмотрите. Внизу это клетка поврежденная. И посмотрите, какой обалденный антиоксидант. Это и есть самый главный наш продукт. Один из них я вам назвала нейтрон, а другой уникальный, который мы просто любим, пользуемся и с огромным вложением к нему отру относимся. Это микрогидрин. H500, микрогидрин и микрогидрин плюс. Удивительные продукты. Вот они способны нейтрализовать больные клетки. Чем больше вы будете кушать, тем лучше. Однажды у нас был такой пример. Мы очень, люди и врачи, мы привыкли доверять врачам, которые, к сожалению, их помочь не могут, но все равно. Ну так человек устроен. Мы же хотим кому-то доверять. И однажды у нас, пример вот такой, когда ребенок съел почти полбанки микрогидрина. Можете представить состояние родителей. Они разъедничались, начали звонить, спрашивают у нас. Говорят, ну что теперь делать? Ребенок, наверное, не будет спать. Ребенок там, ну вообще, ну полбанки микрогидрина. Все же думают, вот попробуйте съесть 10 аспирина. Поняли, да? 10, а тут где-то, ну полбанки, может быть, как тут 30. Ну ребенок лег спать. Родители глаз не сводили, думают, что будет. Ничего, утром пока колыбол, к горшкам и ждать скальни. Им стало некомфортно. Вот какой удивительный продукт. Вот это и есть микрогидрина. То есть его способность ощевачивать мощно и ударной дозой. Вот ребенок получил вот такой очень хороший результат. А теперь я думаю, что вам понятно, что такое накапсула микрогидрина. Это полторы тысячи хорошего красного вина. Ну, хорошо, можно надеться, согласны? Нормально. Затем 10 стаканов сока. 30 стаканов сока. То есть, да? 30 тысяч, да, 30 тысяч. Вот смотрите, можно ли одолеть? Я знаю, что ваш желудок точно не одолеет 30 тысяч. А вот кошелек лопнет точно. И я думаю, что гораздо лучше, гораздо выгоднее, гораздо эффективнее выбить одну капсулу микрогидрина, которая поможет решить вам огромное количество проблем, которые вы даже не осознаете, что они у вас находятся. Итак, последняя картинка. Прочтите очень внимательно, что там написано. Будьте внимательны к своей жизни. Знайте, что ваша жизнь в ваших руках. Клетка способна жить вечно. Если бы ее кормили, если бы ей давали ту воду, которую она просит, если бы ее защищали от стресса, если бы ей давали тот кислород, тот воздух, который ей необходим. Сегодня уже доказано, если человека, семейную пару, идеальные условия переместить, они способны жить без болезни в 160 лет. Мы с вами не доживаем минимум 80 лет. А в 80 не каждый может себя чувствовать так, чтобы он хотел жить остальные 80 лет. Поэтому помните это, полюбите себя, не отдавайте никому свою жизнь ни на одну минуту. Сегодня вы услышите результаты, те, которые имеют ребята, употребляя этот продукт. Я вам всем желаю здоровья. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вот здесь ребята, которые имеют очень серьезные, хорошие результаты, я попрошу подняться для очень быстром, минутной опросной, как в конференции. Значит, пожалуйста, поднимитесь сюда, я задам вам вопросы, а вы на них ответите. Пока ребята поднимаются, я хочу вам привести пример собственной мамы. Моей маме 88 лет. Этот человек имеет болезнь Паркинсона. Сегодня никаких явлений Паркинсона у нее нет. Самое главное, это рабочий, активный, маленький человек, который в поле двигается, который способен мыслить и который не требует личного ухода со собой. Это самое большое благо, которое я сделала в Коралловом клубе. Спасибо тебе, Коралловом клубе. Это мой любимец. Так, быстренько я жду. Как-то вы, я понимаю, что слушать хорошо, но надеюсь, что я не знаю. Итак, как вас зовут? Город? Супер. Скажите, пожалуйста, что вас привело и ваш результат? Привел сахар на диабет, но до диабета 2 парка сердца. В прошлом году и для роста в месяц, в месяц, в месяц и 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 в месяц. Она всем поцеловала, говорит, но они к этому были не причастны. Представляете, она любит всех здоровья вам. Спасибо вам огромное. Здравствуйте, Алексей, город Украина. Я, скорее, не о себе. Я, например, 20, сидел в ООС и, естественно, много дней сидел. Год назад в городе Житобире был... Да, взрослый. Год назад в городе Житобире 6,5 лет, ребенок умирал на руках. Весь экзамен у нас только ребенок, но отец уже был везде, в том числе и в месяц здравоохранение. В 3,5 года ребенок на гомонариях, на антибиотиках, а отец уже молился в бомбе. Если ты решил забирать, то уже забирал, но он сдал. Пришла к нему информация о концепции здоровья, да? 3 дня убрали ингаляторы, в месяц все приостановили. Сейчас за год в этой семье нет ни одного лекарства или токлета, которое продается в аптеке. Спасибо. Спасибо. Людмила, в хораланхобии уже почти тратно. Результаты изумительной расселивания семьи. Я пришла из-за мужа, у него были большие проблемы. Сейчас никаких, ни одной таблетки в больнице не лежит. Проблемы сахарный диабет был за 15, потом стенокардия, астма, боли нефрит. Ну, короче, все те болезни, которые врачи сказали, это до конца твоей жизни и воды не вам они. Ну, когда я ее положила в больницу, на второй день по решению молитвы, сказал, облача не показывает, он начал пить, отечность ушла. Ну, выписали из больницы, пошли по программе. Ну, а я рядом с мужем считала себя здоровой, оказывается, я была больная. Меня было 90 килограмм, сейчас 60, биологический возраст, и 4 года за 5 месяцев взяла себя в программе. Ну, и все на нас отмечают, но он не только этого, потому что у него очень много психологических проблем. И еще очень хороший результат моей дочери, она шизофрения, и вот она уже 4 месяца, почти наполовину человек изменился. И в том числе, ну, в 10 лет, тоже очень любит наши продукты, и говорит, мама, бабушка, мама, бабушка, и говорит, какие прекрасные продукты, особенно водичка. Спасибо большое. Мой калисман, моя фотография, по которой я строю свою структуру. Кому не покажутся, я строю. Сумительно. Очень сильная, пацаны. Для стесла. Скажите, пожалуйста, ваш биологический возраст 30? 4. А мне все 7. А с вами будем играть? Будем. АПЛОДИСМЕНТЫ И когда я буду, у нас материнка, мне 62 года, врачи у вас давно не похоронили. У меня были регулярные гипотонические кризы, я нормальная ныжа, отеки такие, что я оботься не могла, и ходить не могла. Вот я с 2 месяца употребляю этот продукт, счастлива, довольна, биологический возраст, было 7 лет. Что делать? Ну, я вам понравилось, здорово. Спасибо вам большое за дело. Спасибо. Я Прокатин Александр Петрович, врач, онколог, онколог, торгальный друг. Пришел, долгое время, 9 месяцев у меня была проблема, принесла на аборгенция злокачественная, то есть вот это у меня могло справить совершенно. В компанию раньше у меня пришло, вот она меня выговаривала, вот я и у меня соглашался, 9 месяцев у меня лечения, профессора, сами в МСЭ, вот, сестри, больные. Вот, и в конце концов, когда приехали на аборгенция, в МСЭ, вот, я через 4 месяца, в общем-то так, в общей сложности восстанавливался, появился у меня на 3 места, где у меня были, ну, навык решили места. Вот, появился первый пушок, затем волос черный, волос подемнен, стал густым, эластичным, и, в общем-то, я считаю, что миссия, в общем-то, чем занимается, коробоку, и, как мне говорил, когда мы находились в Академии, на сцене, здесь, на форме, вот, то препараты, те, которые нужны людям, решили, что надо, и отдать в медицину, вот, а компустиологам надо отдать, и, в общем-то, страуссорену, вот, антибактериалы, терапию должны проводиться ветровые, и так далее, и так далее, множество продукций, продукции, которые дают жизнь, дают радость, здоровье. Сохраняем, спасибо. Дайте сюда, то мне микрофон, и так. Меня зовут Марина, у меня была такая проблема, я лестница, у меня первое, это в упаковке, и у меня в детстве был хронкулез, у меня 3 ледяков первоположительные, и рождение моего ребенка, как бы, первого, было фактично, и, благодаря второму, мы его вытягивали из воспита. В общем, я родила второго ребенка, он здоровый, у него первоположительная упаковка, у меня препятствия на твоей беременности, и, честно, все хорошо на всех месяцев. Дальше счастье, это, какая очень трогательная вещь, ее величина. Итак. Меня зовут Адам, мне 15 лет, с города Луганска. Мне врачи поставили полгода назад диагноз «марфиальная астма». Но я усвечен к вам в губе, у меня прошла астма, и... Только от того, что он был услышан? Нет. А что ты пил? Ну, я прошел очистку, воду пил. Ну, вроде бы, еще голод, прошел. А вроде бы, или нет? За годом, я не думаю. Тебе 16 лет, и ты уже забыл, когда был? Полгода назад. Вот, я тебе дышу, дышу и радуюсь жизни. Подождите, подождите. А каиды были с кем-то здесь? Своими друзьями. Братья и друзья, встаньте. Ребята, посмотрите, какой герой был, да? А там, опускай в руки. Шагай широко, все-таки получится, и никого никогда не слушай. Определяй, Светл Сан. Молодец. Спасибо тебе большое. Удачи тебе. В этот день Виктория Анатольского. Результатом на самом деле масса. А у всех, да, каждый день, шаг вступил и результат. Потому что каждый день что-то новое отменяется. Ну, скажу, наверное, о самых главных путях в моей жизни. В общем, год назад моей маме сказали, что она на голове не пойдет. Потому что, ну, медицинским путем это не лечится. Традиционная медицина. На сегодняшний момент, кто знает про маму, не только ходит, а бегает, когда она разогрел. И это все без тех последствий, которые нам обещают. На продукт отборалового купа. Да вы, главный человек в моей жизни, это мой ребенок. У меня ребенок болел каждые две недели, когда говорят, Ну, что ты хочешь, это же садик, это нормально, это ненормально. Это вы где-то не норабатываете. У меня ребенок сейчас не болеет ни разу. Какие лет? Каждый позже день. Уже, наверное, просто воспитательница не разнимает. Какой-то приболел, не болел. И третье, это тоже. Мой ребенок, ну, я плескала, да, перед Богом взяла обязательства. И вот у меня у ребенка началось аутоиммунное заболевание, это дерево, да, кто знает. Оно не лечится. Медицинский путем, опять же, есть одно но. Вот на витрохитрине, на ашпатсуте, на воде ушли пятна. Просто ушли. Осталось маленькое пятна, что вот тут вот под волосами. Но ребенок даже месяц еще не трогает. Поэтому занимайтесь своим здоровьем, самостоятельно. Да, по-моему, я послал. Что он у тебя пил? Это очень важно. Многие хотят услышать. Чем ты ребенка кормил, чтобы он перестал болеть? И, слава Богу, ему не тех хороших. У меня ребенок задыхался. И, ну, когда мне говорили, там, погоняй не спут. Мы думаем, где горло, где плесты. Ну, странно, представляете. Оказывается, взаимосвязь прямая. Будьте уверены, если кашляет или еще что-то, то начинайте снизу. Я прошла проезда по ребенку. Вода. Лучше средства от всех болезней. Для взрослых или детестей. Мы знали, что, я считаю, у ребенка так. Это папаево. Ну, и периодически детские вкусные витамины. Понимаете, это святое. Семерка. Ну, в общем, трудно сказать, что. Всего по чуть-чуть. И на самом деле, не так много, как кажется. Спасибо тебе большое. Молодец. У меня была демократия, макерова, кровоподобийский, но волк. И это там много. Один из таких результатов, чему удивляются все наши травматологи города, кому бы не попадали. Моей бабушке, она 91 год, у нее рассыпалась шейка бедра. Сустав совсем рассыпался. Операции в этом возрасте не делают, как не приживается искусственное. Этот протез. Ну, все ничего не делают. Ну, меня врачи успокоили, сказали, вы не переживаете. Места через окно умрет. Вот. Так что долго лежать не будет. Вот. Ну, я просила, что пить. Они сказали, пить ничего не надо, она все равно умрет, что вы будете пить. В таком возрасте вообще не достанется. В общем, уже три года. Она вот сейчас попала опять у меня в больницу. Прямо в долгую историю выпустили на снимки. Приезжали, у них были квадратные глаза. Они мне пять раз посылали переделать снимок. Я говорю, что ему вот эти снимки другого человека. После того, как мне сказали, значит, что вы сюда приехали, надо было снять, идти, сидеть дома без снимка. А когда мы сделали, они говорят, что это вообще не ваши снимки. У нее нарос кряч, она ходит. Вот. Ну, конечно, не бегает, но двигается. И мы попали в больницу, опять у нее голень, перелом. И когда она ее фиксует, ну, она сидит так удручена. Так что, я теперь ходить не долго не смогу? А вы что, ходите? Я говорю, вообще находит. Он не понял. Я говорю, ну, мы поняли или нет, но на три года после она встала после этого перелома. Сказали нам 8 недель, липсу и сня, а через 10 недель она уже спала ванной. Спасибо. Спасибо. Виктор Сокут, город Енатьево, 43 года. Хочу сказать о результате на нашем ребенке. Как только мы пришли в коралловый клуб, ему было 5 лет, заболел с горлотиной, сказали, что очень серьезная болезнь. осложнения, проблемы и так далее. Вся, таблетки мы заменили на горловые продукты, очень много. Но дело в том, что вся болезнь прославила очень легко, без всяких последствий, без ничего. Второй результат у мамы моей. Сахарный диабет, повышенный сахар был, не на инсулине, но сахар был до 12-15. Сейчас полностью дорого, уже несколько лет. Ну и мой собственный результат. Говорят, проблема не проблема, синдром физической усталости. Но я считаю, сейчас я считаю, что это очень серьезная болезнь, потому что... предприниматель. Проблема в том, что когда ты днем, уставший, вечером, уставший, утром не выспался, кажется, уставший. Сейчас лицок прекрасный, играю в баскетбол с молодыми ребятами. Превосходно, знаете. И когда они на 20 лет положат, ты их опережаешь физически. Ну, это ни с чем не заводишь. Спасибо большое. А еще не нравится голова? Да, конечно. Голова у него уже около 7, по-моему, прошел. Точно не считаю. Каждый год весной прогулки в семью. Скажи, пожалуйста, вот ты что-то такой большой, спортивный, со стрессом и часто перед вниманием. А как ты, вот голова, понимаешь, там 4 дня голодом, как ты себя ощущаешь? Я, значит, сразу скажу, когда-то я читал книгу «Поле-поле о чудо-голодании», там, в общем, своя система. И когда мне моя жена сказала, что вот есть система 14-дневная, ну, я и подумал, что вот, голодать 14 дней. Когда узнал, что всего 4, там, на коктейлях, то для меня там, в общем-то, не было никакой проблемы. Но самое интересное, что я все эти дни работал на работе. Постоянное чувство сытости. Единственное, не хватает вот того, чтобы поживали, что-то там или в холодильник залезли. Вообще чувствую, что я превосходно. Значит, на 3-4-й день вообще не появляется легкость. Такая, знаете, нищебезравнивая какая-то эйфория. В общем, это чувство не передашь. Надо просто пройти ее, и все. И вы сами сделаете для своего организма просто потрясающую вещь. Вот я вам всем желаю ее пройти. Я подречу вам, наверное. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья. Часть, которая называлась «Дороги», маленький блок, подошел к нашему завершению. Но «Коралловый клуб». Сегодня вы будете слышать с уст тех людей, которые будут на этой сцене еще неоднократно, потому что результаты – это самое главное, что сегодня является собой «Коралловый клуб». А сейчас я хочу пригласить на эту сцену человека, благодаря которому организовано это мероприятие. Это его было большое желание, и он не просто сам приехал, еще и привез с собой очень серьезного спонсора, наставника, партнера, человека, который изменил качество жизни. Но человек, который сюда выйдет, я его глубоко уважаю за то, что это профессионал, за то, что человек знает, куда идет и что делает. Он изменил качество жизни огромного количества людей. Сегодня этот человек является одним из топ-лидеров компании «Коралловый клуб». Человек, который очень много то, что знает, то, что умеет, дает, дает, дает людям. Итак, встречайте. Серебряный мастер компании «Есть и Гнев Анатолий!» «Город Тайка!» АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Добрый день! Добрый день! Особо поединись! Я начинаю с тебя. Начну со своей личной истории. А кто сюда пришел первый раз в руке противника? Мне так... О, здорово! Добрый день! Это все будет для вас. Мы несколько лет. Мы сейчас живем в городе Актере. Родился в общей городе в Акуте. Бог знает где. Простите, как я сейчас шучу, о рабочих христианах. Потом мы переехали до Номарского, в Анисской области, в город Краснодар. Там я пошел в школу. Закончил ее. Закончил очень плохо. У меня выступало сообразованием. Все мне сказали, что я плутбольник. Советский беднад, все помните, говорили. Мне преподаватели всегда говорят, что так... Вы хотите-то за здоровое, что я делала бы от привыкла. За эту мою, как я делала долгие годы. А вот... Одну часть меня верила, другая часть не верила. Я не знал, что так будет. А вообще, в детстве был больным беременком, поэтому меня раскранили от родов, от физкультуры. Я, так как приехал с Россией, и учил острый язык. Ой, украинский. Украинский. Поэтому я считаю, что я вдвоем не понял. В это время я ничего не занимался. И всю эту жизнь... Это реальная жизнь была. Я просто мечтал. Очень мечтали, наверное, обращаться. Я был очень большим мечтателем. Моя мама сюда не тормозила. Если не тормозила, то я вообще не хочу спорить голову. А вот... Поэтому, мама, пожалуйста, не надо сходить. Мы с двоих мечтами. Пускай мечтает. Это очень полезно. Закончил школу, понял шахту. В очередь подземного стажа. Я понял, что в шахте ничего не надо делать. И стал делать такую главную вещь, что в шахте работал. Есть ли шахтура, нет? Есть. А вот я стал отдавать свою зарплату своему начальнику. А сам пойду на рынок торгового полосу. Почему-то, потому что мама их застраивала. Мама дает сынок. Шахтура это круто. 50 лет большая. 50 лет. Не дай бог, конечно. Вот. Пока там работал. Заработал деньги, стал валютчиком. После увлечка открылся в свое кафе. Потом женился. И мы ехали на Кавказ. Знаете, когда в жизни все уже хорошо. Хочется чего-то такого нового, чего-то неизбитного. Мы с женой приехали на Кавказ. Заниматься полными там вещами, практиками. Мы тогда приехали. Нет никого знакомых. Вообще люди все. Нерусские. Очень тяжело. Уже 8 год прожили. Устанировали только простые вещи. Без денег жить очень тяжело. Когда есть деньги, ты и продлежащаешься. А когда их нет, тут жадко понимаешь. Знаете, я дал себе слово, что я проехал в большой город. Стану миллионеров. Вот. Я не мог это делать. Я не помню вообще. Я же помню, да? Без образования. И мы ехали жить в город Харьков. Там, в то время, что мы рады рады. В надежде, что он поможет. Он помог, строил меня рубчиком. А вот, дай Богу много здоровья. Ну, чем мог. Я не с преждений. Вот. Ну и потом, как закрыт тест провелось. Я через год пошел заниматься медленностью. Да и тормотал заработал заработать. Заработал там часа тоже. А что там часа заработала? А вот жили ему пригорили, что не было одно сроки в квартиру. Денег не было. День-ночь, два дня дома. Я взял в газету и думаю, чем бы заняться. Стал заниматься медленностью. Через год достал лучшему агенту в агентстве. Через два года за свою фирму. Через год мы уже купили квартиру. Через год купили машину. И все закрутилось и понеслось. И опять деньги. И опять все хорошо. И опять осталось в голове на том, что на день пробили телефон. Вот. И они все звонят постоянно. И я понимаю реально, что Наташа отдыхала. Не вопрос. Пожалуйста. Я не мог отдыхать. Почему? Потому что я реально понимал одну простую банную вещь. Что если я сейчас уеду, я деньги не заработаю. И мои клиенты мне отдать не будут. Именно сейчас я здесь. Я стал думать об этом. Думаю, чем бы мне заняться таким, чтобы возможность баланса в свободном времени. Не поверив в то время, как они были друзья. Опять-таки из нашего города в Краснодаре. И рассказали мне про компанию. Владимиру Добру. Слышали такую мамку, да? Владимир Добрый. Владимир Добрый. Он раньше занимался, если не помнить. Добрый. Добрый. Потом открыли. Потом и сделал сетевую компанию. Мне рассказали самую главную вещь. Они какие-то почувствовали, что что мне нужно. Они на 10 лет. И вот на исследовании как вы. 25 человек. Помощь им. По 5.25. И... А, да. Тут все понятно. Вот. Я думаю, ну, у тебя все получится. Вот. И тут самое интересное. Мы закрываем свою фирму с Натальей. И начинаем строить. Три месяца не одного шага. Мы сделали сколько-то скетчей. Я даже здесь представить не можете. Я думал, что это удастся. Но, оказывается, навыки в сетевую. По строению. В продаже квартиры. Они вообще разные. Нам не только это просто не говорили. У нас подписали. И уехали. А вот. И опять эти... С одной стороны, это ползут. Просто не хорошо. Почему? Все возможные шипы, которые можно было сделать, мы их сделали. Поэтому сейчас есть огромный опыт. Эти были люди в тем, которые жалуются, что это заходят. Главное, что вы у себя есть. И у вас есть желание состояться. И начало это сделать. В... В доме поработать до стола года. Никакого пассива до года не было. Деньги стали зарабатывать. Но это не то, о чем мы мечтали. Я обыщу многие вещи. В конечном итоге мы оказались в королевом группе. Мы всегда пришли опять-таки не на компанию. Потому что эту компанию называют Терри Расса. Вот. Им не отказывали. Почему? Потому что люди приходят не в компанию. Люди приходят не на продажу. Люди приходят на людей. И вы это знаете. И уходят они от ничего. Вы помните. Отдельная компания. Вот. Поэтому мы сейчас при наличии начали. Это на личность. Вы ее учите. Не услышите. Для того, чтобы здесь состояться. Потому что у меня стала самая главная вещь. Если ты есть на руки, то можешь не здесь зарабатывать деньги. Я готова учиться. Естественно сразу не учился. Почему? Потому что уже шпадаты. Я забыл вам сказать. Что в 32 лет я пытаюсь сомневаться. Это делать на работу. Вот. Вроде Харькова. Не зная как это сделать. Все случилось. Вот. И. Они с Ирины. Вот сейчас мы приезжали. Вот. Ну и видеть. Пытались их разумить. Я говорю. Я говорю. Мне все хорошо. Я тут зарабатываю сколько-то денег. Они. Ну хорошо. И уезжали. Потом опять приезжали. Раз в два года заезжали в Номойске. А у меня все денег больше и больше. 20 тысяч стоиц. 40 тысяч за месяц. Ну как бы. А я жаловался. Вот. 2008 год. Слава Богу. Сразу на свои места. Если так говорить. Слава Богу. Вышел кризис. Для кого-то это позади. Или это был таким знаком. Потому что мой бизнес. Просто два недели. Развалился. Мы были сентябрями. И посмотрели. В одном стране кризис. Родина Миши говорит. Банки не берут кредитины. И вирус не продается. Цены упали. Это минуту. То есть я приехала. И снова полаган. Что к тому моменту. Мы уже были. Изнутренне дегитарами. Получили тысячу долларов. То есть моя компания получает. Мы. С того. Сами опускаемся на тысячу долларов. Начинаем с ним жить. Начинаем строить сеть. Вот. На сегодняшний день. Мы построили. Ну как. Большой и небольшой. Это у всех по-разному. У нас. Более члены сестра. Четыре тысячи человек. Более члены. Более он. Товаров. Месяц. Так бы. Надеюсь. Но я горжусь тем. Что я даже. Я никогда не говорю своих чек. Я говорю тем. Что у нас сейчас. Есть шестьдесят человек. Которые зарабатывают. И вирус. Шестьдесят человек. Которые не ходят на работу. Для них это очень важно. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Ну все. Начинаем. Потому что все люди зарабатывают. Ну там. Две тысячи человек. Люди такие получают. У нас сестра получают две тысячи. Две тысячи долларов. А вот. И таких людей уже не один. Слава. И это только начало. Это все мы сделали за четыре года. За четыре года. Я знаю, что дальше будет лучше. По поводу продуктов. Воздущие. По поводу результата. По поводу продуктов. Ну. Ну. Я кому-нибудь перезагрузил. У меня минус шестнадцать килограмм. У меня были все две виски. А вот. Естественно. После такого производства. Ставим аниматик. Люди просто сами. Спрашивают. Что с другого. Все было просто. Кстати. Скажу. Для женщин. Мужики очень гордые. Писать не будут. Ты сейчас говоришь. У меня наступал. Говорят. Иметь программу. Не будем все рекомендовать. Вот. Если вы хотите женщины. Что ваши мужчины были мужчинами. Вы себе запишите рекомендацию. Что им нужно покупать. К Новому году. Или 23 февраля. Но уже до. Чтобы они показали свою мужественность. Есть у нас четыре продукта. Которые очень сильно помогают. В плане мужского. Есть две вещи. Мужики для вас. Я говорю. Я уже умный. Может занимаюсь с 8 лет. Вот. Одна кучка взяла. Первая. Для мужчин. Вот. Если вы ночь в туалет встаете. Это проблема. Это в том, что у вас встать. Ночь в мужестве. А не нужно встать в туалет. Встать в ночь. За ним как вы все поставьте. И второе. Если вы утром встаете. У вас нет. Так. Паланточки свои границы. Да. Библиотек не стоит. А вот это тоже проблема. Которая там. Да. Есть эти продукты. Которые. У вас смешно. Но если смешно то время. А потом уже будет не смешно. Вот. Женщины ноги. Бухают головы. И мелочи. Вот. Женщины. Это для вас. Говорю. Четыре продукта. Которые реально помогают. Я уже многих мужиков выбил. Из этой ситуации. Первый. Оверг 30. Оверг 30. Оверг 30. Потому что. Да. Потому что. После 30 лет. К сожалению. Уже не обрабатываются. Специальные. Которые нам будут расти. То есть. Или объединены. Слепосточные. Сделал печать за оргазм. Скажем побольше. А полностью речи. На ники. Правильно. Сюда. Женщина. Заметьте. Что у вашего. Мужчина. Знает толще. Да. Это может совсем. Так. Но зато. Это реальная работа. Попробуйте. Есть такой продукт. Как. Синеп. Цинк. И трава. Номер один. Вот. Четыре продукта. Таких продуктов. Я попробую. Естественно. После этого. На повторах. Номер один. Все. Потому что. Номер один. Сначала почистить. А потом. Продукт. И вы сами увидите. Женщина. Заметьте. Как вам станет приятно. Маленький презент. А? После коловата. Конечно. После коловата. Вот. Продукт. Просто уже испробованный. Деменурий. И многими другими людьми. Но я нам рекомендую. Потому что мы все больше об очистке говорим. А я все таки. Как бы сейчас. Ставлюсь. Ставлю больше питания. Потому что нам нужно больше питаться. Мы же сами находимся в индустрии wellness. Простки и здоровья. Поэтому очистки это здорово. Вода это хорошо. Наоборот еще в том, что мы едим сами. Я думаю, вы сегодня еще в этом услышите. Потому что на то, что мы едим, это что у пепли. Коловату мы и делаем. Раз в полгода. Пролепозаживая. Раз в полгода. Нет, сейчас. Раз в полгода. У нас есть вещи. У нас есть вещи, которые нужно из каждого жили. Вот мы сейчас с собой в машине лежим. Допустим, батончики, коктейли наши. Это то, чем нужно пытаться. Мы сейчас всем говорим об обалденной вещи. О том, что мы сейчас переходим на один раз в день. Веду социально. То есть, что кушает большинство людей два раза. Веду нашу. Правда. Умно. Ведущий оптал. Отхищает. Конечно же, кто-то видит пеплаш. Раз в консерваторииriel. Произульяем. Подучили MER 예 SU. Taylor. Мagog. Может, не забываем и подешpieja. Конечно. При ensemble я forecasted. Ведущий. Ему. И вы увидите, самое удивительное вещь, что энергии от того, что вы будете таить, будет гораздо больше, чем если вы будете поощрять от энергии. Для него из-за дальних меньше, денег меньше, больше эффекта. Такой эффект, чтобы... Сейчас мы не были в Молюбле, потому что при этом городе Молюбле, там есть у нас один человек, Наташа его убила, достаточно давно. Я говорю, что он устал. Он, если такие, какие-то, знаете, такой японский привод, Он у него сможет все хвостами ногами, он анализирует крови тела и показывает, сколько у тебя платы, кальция, жир внутренний, жир внешний, вес, рост, и показывает. Он за буквально два месяца начал питаться клеточным питанием, правильно? У него ушло минус 15 лет. Он выглядит просто фантастически. Мы просто диагностями смотрел, и один говорит, что... Это просто человек перешел на один раз питание в нашей коктейли. Один раз. Если заменить это два раза, то утром, вечером, днем поехали к ресторану, кафле, дому, кто как угодно. Покушать это совсем другое. Ребят, знаете, что я хочу сказать? Причем у Карлона Круга остаюсь. Предложение поступает постоянно для меня. Все, кто занимается сидим-мобилингом, наверное, это знают. Для меня это, наверное, самая главная возможность первая — быть свободным. Причем свободным от всего. Вот мы сейчас видим, что вы, ну как бы даже... Это нельзя исправить. Потому что вот мы буквально несколько дней назад были на Next. Потом переехали в Мариуполь. Сейчас переехали в Донецк. Потом в Харьков. Потом в Голос. То есть у меня расписано всего по 2 февраля. Многие говорят, это ж тяжело. Я говорю, чего куда ты работаешь? А я идем, живу. Тяжело допыслить. Когда кандидат подходит ко мне и говорит, я устал. Я говорю, значит, от чего? От чего? От чего вы отвечаете? От изделия. От изделия. Попопробуйте, подумайте, позамечайте. Когда вы ничего не делаете, вы устаете. Когда вы в чем-то заняты, что-то делаете, вы не устаете, у вас сильнятие появляется. Предместик расписываю планы и сам себя загружаю. Почему? Я знаю точно, что в этом завязывают люди, которые в принципе так состоятся. Но есть хорошие, есть плохая, как на нее посмотреть. Пять лет со мной проносят. Хотим мы проносятся за восемь дней сегодняшний, а через пять лет. Вопрос тоже состоит в том, что у нас будет сам через пять лет. Я знаю точно, что если я сегодня двигаю не посажу, и не буду за ними ухаживать, то через пять лет я буду на себя беру. Правда? Поэтому я четко собираю меня. У меня уже сорок лет, а годы, вот, после десяти лет, начинаю, оп, да, поймёшь на него? Очень быстро скакать. После сорока я знаю, что они будут еще быстрее побегать. После десяти еще быстрее. Поэтому хочется пожить. И пожить на человечестве, потому что действительно для чего. Есть столько всего неизведанного. У меня столько планов, столько целей. Сейчас даже представить можно. Одна самая главная цель, допустим, у меня была, да? Я же несколько времен обещал, что мы будем отдыхать каждый месяц на границе. По три месяца мы работаем, весь отдыхаем на границе. На следующий день, я с крестовой державой, каждый месяц мы отдыхаем на границе. Благодаря карману. Я сейчас зарабатываю меньше, чем зарабатывал, когда прошу участие. Были больше денег, было больше возможностей. Это вопрос вашего внутреннего состояния. Я раньше всегда думал, что если бы вы себе много, но вы можете быть счастливее. Этого хватает на один месяц. На два. Правда? Это как ремонт сделать. Ремонт сделать. Погодите, сидишь на этом месяце, входит, и все. Уже не занимается. Уже где погоня, перекриняем, уже когда прошло. Вот и так далее. Поэтому я четко понял, что это не материально. Поэтому для меня, допустим, если вы не ехали отдыхать, то вопрос никуда. А? С кем? Попробуйте сидеть. Вот разу здесь за меня так много. Мы сейчас сидим неделю, летаем в Чернокровию. Кто-то туда приходит, знаете, лучше поднимите. Вот. Есть. Их мало, но они есть. Там у вас будет человек 300. А? 500. 500. Да? 500 человек. Можете себе представить? Ну, как? Такую зала. Вот такой между собойчик. Это нельзя. Тать словами. Просто нельзя. Это надо, посмотрев, попасть в наше атмосфера. Люди, которые живут с другими ценностями. Потому что с тем поведением твоего заберения. Помещаю. Вот. Поэтому очень важно, что вы в голову берете. Я, если ты чувствуешь какую-то простую вещь. Я хочу дать человеку профессионалом. Мне нужно обязательно быть рядом с профилем. Что уверен в сфере. Если я такой сильный фирм, если я заметил, я учусь у хозяина компании, в которой я работал. Почему? А он, в общем, занимался, например, лет 15. Вот. Еще здесь все одно. Здесь то же самое. Если я просто нашел учитель, я буду учиться на долгие годы. Для того, чтобы поехать на залоге резонанских и проверить, все, что нам нужно сделать, дать возможность двум людям. В этом зале или в этом доме. И вы можете, хотя бы, бесплатный работа, когда вам будет. То есть стать директором. Это делать, в принципе, не сложно. Это 12-20 потребителей. Помогая одним получить то, что они хотят, вы получите то, что ты делаешь. У вас будет в команде деньги, или вы можете на следующий год, я не знаю куда. Я с вице-президентом разговариваю. Может быть, политичь да вам. Мы говорим, да неравады. Но, в принципе, можно попробовать. Вот. Но можно пойти нескально. Я хочу. То есть, в чем то есть в том бизнес, ребята? В том, что мы больше думаем даже не в себе. Не сначала, а в лучше себе. То есть сначала думаешь о счет того, как бы сделать так, чтобы это было хорошо. Потом приходит осознание, когда ты понимаешь, что нужно думать людьми. Если наши люди будут получать то, что они хотят, то нам тогда будет просто. Вот многие люди всегда строят сетево номер за счет людей. И пока не поменяется установка, что надо делать с этими людьми. Ничего не бывает. Люди будут ходить, будут приходить. Ну, это жизнь так устроена. Я не буду вам говорить как директор, директоров у вас есть наставники, которым вы прекрасно рассказывали. Это делать несложно. Это занимает от 2 часов до месяца. При желании. А просто только стольким людям дай информацию. Кто был наформлен в доске? Больше людей. Помните, я там вступал? Тренинг подавал. Помните? Я сейчас все здесь тоже расскажу, покажу, что нужно делать. Просто запомните и делать ее регулярно. У нас в компании есть, слава богу, что много дисков, сайтов, книг. Что нужно делать? Все, что нужно делать, всегда с собой носить информацию. То ли диску, или книжку. Кто с собой носит эту информацию? Отлично. Все, что я делаю, я с людьми знакомлюсь. В том числе вашего уровня. У меня есть потребители. Есть дисклейбютеры. Моя юбрия тоже самое. Походу сейчас приехал, познакомился просто в поезде. Я даю книжку почитать и просто ее забираю. Я вообще не рассказываю. Почему? Потому что раньше я много рассказывал. А потом человек тебе говорит, нет. И ты что испытываешь? Разочарование. Да? Ты же полнодушился, ты же хотел как бы дать. А он тебе говорит, до свидания. А вот если я делаю проще, я просто книжку даю человеку. Я работаю книжку. Вода. Просто вода. Для них так, как просто. Мне же важно человека не заинтересовать, а отобрать до сего и до сего. Я ему говорю, книжку почитает. Он говорит, вы знаете, я в это не верю. Я забираю книжку, он говорит, вода. До свидания. До свидания. Я не пытаюсь задать тебя, а вы ДНТВ же не понимаете. Я сейчас вам объясню. Это не та вода, как вода вы нагружаетесь. Да. Поэтому рекомендую просто вот таким образом работаем. Почему книжки нужно работать? Это меньше времени занимает. Книжка, считай, если это днем лучше, неакцепить, что человек забыл. У вас кому-то же интересовать, что человек нет, слава богу. Можешь посетить имитация. А у вас есть люди, которые занимаются темой работы, здоровьем. Это все телефоны только или всего. Я всегда говорю, вот, тренинг самый простой. Что надо делать? Вы берете книжку, вы видите, руку. Руку. Загните. Руку разогните. Руку разогните. Все. Загните руку. Покажу, да? Вот так. А теперь согните. Разогните. Согните. И вот так даже не надо делать на улице. Вот и все. У меня есть. Книжка. Книжка. Книжка, да, сюда, сюда, туда. Очень ничего делать не нужно. У нас очень все просто. И уверяю вас, это не будет за людей, вы их смогли лечить. Сколько они за людей? 400 человек. 400-400 человек. То есть кому-то это нужно. Я когда был предпринимателем, я четко понимал, что все в этой жизни продается. И на каждый продукт едет что? Свои потребители покупать совершенно. У нас и файка, и магазин, не знаю, у вас есть. Все продает рубля. Такое головно продают. Очень стоит. Подает рубля все. А? А вот уже подает рубля. То есть кому это нужно? Нормально. Если я понимаю, что у нас с вами такой ценный продукт, то есть точно даст, какой здесь был результат у кого продорога. То самого велел. Открытайте людей. Здесь ты танцы потребители вашей группы или у вас бесплатный продукт. Удоровоешь как бесплатно. То есть на 1,5 000 евро может покупать продукт бесплатно. Но для этого нужно просто раздать собрать информацию. Если мы говорим о заработке, то есть это другие вещи, другие школы, другие семинары, другие идеи. для этого. Поэтому все, в принципе, наши задачи. Для меня с этим маркетинг – это возможность не только при успехе. Для меня сейчас, как бы вот сейчас я сейчас в стиле не говорю очень часто о том, каким здесь можно встать. Многие люди думают, что он работает много. А я сейчас все-таки понимаю, что он работает длинно. А у народа это работает не много для информации, это тоже нужно начать, как в начале, а изменяться внутри. В целевом бизнесе, вы знаете, это такая школа жизни. Здесь за пять-десять лет можно опыт такой бед, если люди за спыли, сколько граждан не пригодят. Подучить сам бед профи во всем. Чем вы занимаетесь? Просто во всем. И в здоровье, и в воде, и даже быть эндопсихологом, и даже эндопсихиатром. Потому что лихорная зараза. Поэтому здесь надо относиться просто всему. И врачом, и неврачом, и промоком всем. Это все в объединении. Для беды опалтельной индустрии, где собираются любые интересы. Главное только стоить, проявлять. Не замуживать, не уговаривать, а на какие-то любые интересы. А кто на вас будет прыгать с парашютом? Прыгать с парашютом? Видите, пять человек. Кто хочет? Ну, чуть-чуть больше. Видите? А остальные боятся. Да? Вот. Это же нормально. Нормально. И мы же не будем никого убивать с парашютом, где бред профортеров. Правда? И поэтому я хочу вас размешить. Расскажу одну минуту напоследок. Представить личного человека. Вот что мы забываем. Я такой, впрочем, приходит мужчина в зоомагазин. Он говорит, а у вас удавы есть? Вот есть. Удавы. А вот есть. А большие? Да. А толстые? Да. Толстые. 40 тонн полщиной. Ничего себе, что будете брать? Нет. Я вздеву. Себя, кто-то вам не вздевает? Да. А вот. А вот. А вот. А вот. Все, как это было прекрасно. Первый поцелуй, первый секс. Все было страшно. Там много времени закончится, а сейчас поступили записывать. За ушки отдачешь, правда? Ну вот, как же нравится. Поэтому вопрос только в вашем желании. Мне только это говорили. Знаете, сейчас на утром старший родной, как бы говорить, когда я тоже очень занимаюсь. Знаете? Лохов разводят. Это мой родной брат. А знаете, как я не вам говорил многие годы. Займись делом. Она не понимает, как можно ничего не делать, спать сколько угодно, отдыхать постоянно, как заработать еще деньги получать. Сейчас, слава богу, благодаря этому человеку, она больше ждет. Я дождемся, когда я плашу на форум и буду получать песни из золотого мастера. Она этого очень сильно ждет. Причем, потому что она купила ей на руку большую. Сейчас она каждый год отдыхает за границей. То есть у нее стали пустить сейчас. Она понимает, что, в принципе, я занимаюсь великим делом. А вот. И слава богу. Следующий человек, которого я хочу пригласить, я вам о нем говорил в самом начале. Это человек, благодаря которому я сюда пришел. Это человек, которому я безверно благодарен. Потому что все, что у меня есть, все, что я сейчас научился в этом принципе, это благодаря ему. Это человек, который прошел, как я сюда говорю, к которому я люблю медные трубы. То есть его опыт. Наверное, лет на 200, чтобы пережить его. Это и вести хватит. Поэтому рекомендую внимательно его слушать. Записываться. И встречайте. Золотой мостой компании Алексей Лубойник. АПЛОДИСМЕНТЫ ТРАНИСТЬ